Всем привет! Предмет из названия видеоролика появился у меня вчера вечером. И вчера вечером я уже успел немножко с ним поиграться и предварительно изучить. Это карандаш Kaveco Sport Classic, известный германской фирмы. И, мягко говоря, по несколько завышенной цене. В сегодняшнем видеоролике я вам расскажу, как он у меня появился, а главным образом зачем. Так, ну это карандаш Kaveco Sport Classic, и его появление не случайно. С момента, когда я впервые задумался о приобретении хорошего механического карандаша, позже расскажу для чего, прошло около двух месяцев. Довольно быстро меня охватили мысли, что этот карандаш мне необходим. Несколько дней я изучал в интернете рынок ассортимента карандашей и их ценовую составляющую. Именно этот малыш уверенно выбился в лидеры, благодаря своей невероятной харизмой и, собственно, компактностью. К вопросу компактности, кстати, я вернусь чуть позже. Значит, покупке изначально мешала его цена, но несколько дней борьбы с моей паранойей она уверенно одержала победу. Решил себе сделать такой вот подарок на Новый год, хоть и в ущерб благосостоянию моей семьи. И на данный момент, кстати, я ничуть не сожалею об этом. Этот карандашик мне очень понравился, он прекрасен даже как вещь, как украшение. Купил я его на Озоне, потому как нашел там самую низкую цену, он мне обошелся в 2300 рублей. Хотя сейчас таких цен нету, буквально на следующий день он уже меньше, чем 2800 не стоил. Кстати, клипса также изначально в комплект не входит, и я ее купил отдельно, нашел за 450 рублей. В общем, при покупке карандаша я уложился в 2900 рублей. Так, теперь я хочу прийти к очевидным минусам и плюсам. Про компактность и красоту я уже говорил. К минусам можно отнести то, что производитель не рекомендует в карандаш вставлять более двух стержней. Видимо, это может привести к их заклиниванию. Здесь много пустого места, и его можно было бы использовать в качестве резервуара для стержней. Однако, полноценный стержень сюда не вмещается. Но я думаю, что в качестве экстренного запаса можно использовать половинки стержней. Сразу мне понравился шаг стержня при нажатии. Он довольно маленький, и это значит больше контроля. Например, вот этот карандаш Faber-Castell. У него слишком такой большой шаг. И для настройки необходимой длины стержня иногда приходится совершать дополнительные манипуляции. А теперь напрашиваются два резонных вопроса. Зачем, а главное, нафига мне карандаш? Дело в том, что главным увлечением моего детства и юности было рисование. Еще в младших классах меня восхищало народное творчество в виде черепов на школьных партах и прочая пошлость. Я думаю, что можно сейчас признаться, что сам начал этим грешить. Впоследствии, констатируя определенный успех, творчество мое стало переходить в тетрадки, а потом и в блокнот. В 10 классе я уже решил ввести скетчбук. Ну тогда это были блокноты с рисунками, и только недавно я узнал, что оказывается это были скетчбуки. Мои скетчбуки, кстати, помогали мне справляться с разными подростковыми проблемами. Я, кстати, до сих пор считаю, что скетчбук это лучшая форма общения с самим собой. Пролистывая свои старые рисунки, они работают как ссылки на память того времени. Я в основном помню практически в каждый рисунок, что чувствовал в тот момент. Конечно же, каждый рисунок, он отражает мое состояние и мироощущение. В институте я, кстати, решил расширить формат скетчбука и перешел на размер А4, полагая, что некоторые работы можно будет впоследствии повесить в рамке на стену. А после выпуска у меня появилось много других интересов и хобби, и я забросил рисование. И вот спустя много времени как-то спонтанно решил завести новый скетчбук. На глаза в магазине попался вот такой вот блокнотик, у него довольно плотные листики, и я понял, что это сигнал к действию. Разумеется, специально я время не отчитывал, но посмотрев на дату последнего рисунка, выяснил, что я не брал карандаш ровно 20 лет. Это потрясающий для меня факт. Я даже распечатал последнюю работу, наклеил его на блокнотик. Она сделана в сентябре 2003 года. Сейчас 2023 год, и я снова рисую. Теперь я всегда с собой ношу блокнот и карандаш. Кстати, вот этот вот паркер, классический карандашик, у меня появился в 2000 году. У нас преподаватель по черчению рекомендовал использовать механический карандаш диаметром 0,5 мм. Я написал письмо родителям, и они мне прислали его в посылки. И с тех пор он был всегда при мне. Я его носил в нагрудном кармане. И он каким-то крайне чудесным образом дожил до сегодняшних дней. Кстати, этот фактор также был учтен при выборе именно такого компактного варианта. Ну, в общем, как-то так. Я даже сейчас подумываю создать в своей группе ВКонтакте отдельный альбом, куда буду публиковать свои работы. Ну, если эта идея, конечно, зайдет. А тематически она не выбивается из концепции моего канала, так как рисование это такое же хобби. Спасибо за просмотр. Всего доброго.